Что лучше для потребителя? ТЭЦ или малые котельные? Почему когенерация это выгодно? Ответы на вопросы в нашей рубрике говорим о главном. Слово Сергею Толмачеву. Здравствуйте! Сегодня говорим о главном. И у нас в гостях Михаил Варфоломеевич Кузнецов, генеральный директор Сибирской генерирующей компании. Здравствуйте! Скажите, вот сегодня был Сибирский энергетический форум, и вы на нем выступали с докладом, посвященный модернизации системы теплоснабжения. Вот скажите, что вы вообще по этому поводу думаете? Ну, я боюсь, что при тех деньгах, которые сегодня выделяются на теплоснабжение, говорить о модернизации немножко рановато. Мне кажется, что главная задача на сегодняшнем историческом этапе, который стоит перед теплоэнергетиками, не допустить технической деградации и содержать сегодня имеющуюся систему теплоснабжения на должном уровне, таким, который бы позволил бесперебойно и беспроблемно снабжать жителей теплом. В своем докладе вы говорили о принципе когенерации. И сейчас вообще о нем очень много говорят, некоторые даже спекулируют на этом принципе. Нужен он, не нужен? Что это вообще такое? Расскажите. Это принцип комплексной выработки электроэнергии в теплофикационном цикле. Когда я отпускаю тепло потребителю, я одновременно вырабатываю электроэнергию. Этот цикл обладает максимальной эффективностью из всех возможных. Например, можно вырабатывать отдельную электроэнергию. ГРЭС, кстати, справляется с этим намного более эффективно. Но физика процесса так устроена, что значительную часть тепла, скрытого в тонне угля, приходится выбрасывать. Котельная может избежать таких неприятностей и почти все тепло утилизировать, но производит только тепло, которое само по себе дешево. А ТЭЦ берет лучшее из этих двух циклов и производит и дорогую электроэнергию, и дешевое тепло, и ничего не теряет. Поэтому, если брать в рублевом выражении, то когенерация ТЭЦ, теплофикационный цикл, как угодно назовите, умеет извлечь из тонны угля максимальное количество рублей, если вот совсем уж по-простому. В этом и есть ее секрет, смысл экономический. Ну и, безусловно, в этом есть и серьезные экологические преимущества, потому что для выработки одного и того же количества электроэнергии и тепла нужно намного меньше топлива. Давайте на экономической сосредоточимся составляющей. То есть как это сказывается и скажется ли это на тарифе? Ну вот, если где-то есть когенерация, а где-то нет, какова разница в тарифе? По моему опыту работы в сфере теплоснабжения могу сказать, что Красноярск находится, ну, скажем так, в значительном выигрыше. Прежде всего, потому что здесь высокая доля когенераций, то есть способа дешевой выработки тепла. Это во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим на те субъекты федерации, на те города, наверное, в которых нет когенераций, в которых есть котельные. Ну, за примерами далеко не надо, можно в Железногорск ездить. Значит, несмотря на то, что жители там платят не так много, да, полторы тысячи за гигакалорию, я могу порядок, ну, чуть-чуть, ну, говорить не точные цифры, но порядок будет правильным, да. Тариф, который установлен для конечного потребителя, для жителей Железногорска, превышает две тысячи. Просто значительную часть берет на себя бюджет, и люди этого не замечают. А в Красноярске это тысяча сто. То есть почти в два раза меньше. Это достигается во многом благодаря тому, что здесь есть именно комбинированный цикл. Железногорская ТЭЦ, она таковой является только по названию. Реально это просто котельная. И котельная, ну, в принципе, не может производить продукцию дешево. Это умеем делать только мы. Мы комбинированный цикл, комбинированный вырубок. То есть, соответственно, это для потребителя очень важно, потому что в результате это в конечном счете ложится на него, либо ложится на бюджет. Не только в этом дело. Это одно из, наверное, самый важный аспект. Но есть еще и другой. Вы знаете, в России везде, абсолютно во всех городах, без исключения, теплосетевой бизнес, это бизнесом можно назвать только в кавычках. Это деятельность, которая не приводит к извлечению прибыли. Всегда есть опасность, когда какой-то деятельностью владеет человек, который не декларирует извлечение прибыли. Потому что все так устроены, что они в первую очередь все-таки стремятся заработать деньги. Если он не декларирует эту официальную цель, она будет проявляться как-то неофициально. И, поверьте, это не лучшим образом скажется на состояние тепловых сетей. У нас в Красноярске мы владеем тепловыми сетями. Чтобы было понятно, насколько нам это тяжело, приведу только одну цифру. На следующий год у нас запланирован убыток больше миллиарда рублей в теплосетевой компании. Этот убыток мы покрываем за счет прибыли, которую зарабатывают наши электростанции. Безусловно, мы стремимся минимизировать убытки, но делаем это так, чтобы не возникало никакой угрозы теплоснабжению жителей. Потому что мы несем ответственность. Нам есть что терять. У нас есть бизнес, это наши тепловые станции, которыми мы гордимся и которые мы собираемся развивать. Поэтому мы владеем теплосетевой компанией, и поэтому мы датируем фактически убытки, которые у нее есть. Это еще одно из преимуществ, которые дает наличие серьезного крупного бизнеса, занимающегося на территории, который занимается теплоснабжением потребителей. У этого бизнеса всегда есть чувство социальной ответственности. Все-таки чем этот принцип когенерации лучше с экологической точки зрения? Электроэнергия, которая вырабатывается... Если вырабатывать электроэнергию отдельно на больших ГРЭС, то больше половины тепла, скрытого в угле, мы вынуждены будем выбросить в воду. Не в воздух, а именно в воду. ТЭЦ лишены этой возможности, вернее, этой необходимости. И раз так, при сжигании одинакового количества угля, вернее так, при выработке одинакового количества электроэнергии и тепла по сравнению с раздельным производством, мы сожжем меньше угля. Приведу вам пример. Мы на Красноярских теплостанках, именно в городе Красноярске, сжигаем ежегодно около 6 миллионов тонн угля. Для того, чтобы раздельно произвести электроэнергию и тепло, которое у нас получается произвести, мы затратили бы 8 миллионов тонн. Выброса, соответственно, было бы больше. А количество продукции было ровно тем же самым. Это и есть вот эта вот, знаете, такая магия этого комбинированного цикла, которая не всегда понятна. То есть в чем же этот весь секрет? Секрет, он, в общем-то, прост. Мы утилизируем тепло. Если ГРЭС его выбрасывает, то мы его утилизируем. Мы не можем так вырабатывать эффективно электроэнергию, как ГРЭС, но зато мы ничего не теряем. И с точки зрения экологии это выгодно. И выгодно еще, прежде всего, какой бы я пример привел. Вся Европа, когда сейчас выполняет обязательства на себя по снижению выбросов, активно продвигает когенерацию. Потому что это экологично, это снижение топлива, которое нужно сжечь. От тех подходов, которые вы предлагаете, есть противники. Скажите, что это за противники, и почему они, собственно, ведут информационную кампанию против этого? Понимаете, в советское время слишком много строили на перспективу, причем излишнюю перспективу, которая потребуется лет через 30. В результате у нас вся инфраструктура, к которой относится и тепловая генерация, но если не дублирована, то чрезмерно зарезервирована. Этот процесс еще наложился на постсоветское время. Очень много внедрялось энергосберегающих технологий, что еще увеличило резервы. А содержание резервов это очень и очень... То есть мы вырабатываем энергию больше, чем нам нужно? Мы имеем мощности. Мы вырабатываем столько, сколько нам надо. Нет. Мы мощностей потенциально, которые могут привести к большей выработке, имеем намного больше, чем нам нужно. Если мы хотим всерьез оптимизировать эту сферу, убрать лишние расходы, нам нужно избыточные куски просто закрывать. Эти избыточные куски – это, прежде всего, неэффективное производство, комбинированная выработка, к которым не относится. Хотя есть территории у нас, есть территории, в которых напрашиваются решения по закрытию и некоторых ТЭЦ. Ну, если есть другая ТЭЦ, которая может принять эту нанесу. А в случае Красноярска – это котельные, которые сегодня являются излишними. Но никакой вид деятельности не хочет быть закрытым. И я могу сказать, что в последние годы я видел очень много людей, которые умеют убедительно обосновывать, почему дорогое и неэффективное лучше, чем дешевое и эффективное. Но если серьезно, конечно, это проблема. И ее людям нужно объяснять, нужно за это бороться. Люди часто относятся к этому как к нечто такому отвлеченному, потому что много проблем в теплоснабжении берет на себя на самом деле власть. Она демпфирует это, и людям это не видно. Но когда-то деньги имеют свойство заканчиваться, и тогда эти проблемы могут вылезти на потребителей. Чтобы этого не произошло, нужно все-таки стараться минимизировать расходы. И я бы еще назвал одно преимущество когенерации – это в основном большие предприятия. На любых больших предприятиях присутствует эффект масштаба. Что это такое? Это значит, что любая модернизация, в том числе, например, по снижению выбросов, она размазывается на значительно больший объем выпуска продукции, и удельный вес этой модернизации намного ниже. Поэтому, например, снижать вредные выбросы на крупном предприятии намного менее затратно, чем на десятки мелких. Если вы посмотрите высоту трубы ТЭЦ и любой котельной, вы увидите, что котельная – это 70-100 метров, ТЭЦ – это 200 метров. Труба – это очень дорогой объект, который стоит серьезных денег. И для экологии имеет первостепенное значение. Потому что 200-метровая труба дает рассеяние в радиусе 70 километров, а 100-метровая – в радиусе 20 километров. 70-метровая – можете подойти к котельной, и вы поймете, что она работает. На большом предприятии бороться с выбросами, бороться за экологию намного проще. И если мы возьмем любую проблему, не только экология, любая модернизация, она намного проще, быстрее и эффективнее на большом предприятии. То, что называли коммунисты эффект масштаба, и то, что на самом деле работало, и то, что нам досталось наследство от Советского Союза, и мне кажется, это будет обидно потерять. Согласен с вами. Большое спасибо вам за интересный и содержательный разговор. Приходите к нам еще. Обязательно. До свидания. До свидания. Увидимся в следующую среду.